Вера вечна, Вера славна, Наша вера, православна. Бывший рок-музыкант, видевший, как его душа покидает тело, и навстречу ему летит архангел Михаил. После комы он уже стал отцом Анатолия. Человек вытащил нож и нанес мне 11 ножевых ранений. Вот я потерял почти всю кровь, дополз по асфальту до скорой помощи. Слава богу, недалеко скорая помощь была. И там потерял сознание. На операционном столе я впал в кому, то есть я умер. Душа моя вышла из тела. Я видел врачей, которые пытаются меня тряслить. Типа мы его теряем, значит, как в американских фильмах. А душа в это время совершенно как существо. Моя сущность, там осталось только тело. А моя сущность со всеми чувствами, со всеми мыслями. Я все видел. Она стала подниматься и уходить. Вы себя со стороны увидели, да? Да, я увидел себя на столе и сквозь стены, сквозь потолок я ушел. И как-то стало все удаляться, даже земля стала удаляться. Я увидел планету даже так. Это мой личный опыт. Не знаю, как у других это происходит. И в это время, когда я удалялся, мне было показано, показана вся моя жизнь. В одно мгновение, многомерно, я понял, что я жил не так, занимался не тем, вообще все не то. Первое движение было рвануть и все исправить. Я понял, как надо жить. Вот был у меня выкрик. Но я ничего не мог с собой сделать. Это сила у меня... У меня уже ни рук, ни ног, ничего нет. Уже душа вышла из тела. Да. А душа все то же самое чувствует. Все темы желания, мысли. Вот ты как живое существо. Дальше произошло самое ужасное в моей жизни, что самое может быть вообще, может даже вообще человеческой жизни. Господь мне показал ад. Я попал в ад сразу. Там были какие-то двери, что-то такое было. Но все это очень неприятно. Какая-то процедура перехода, я не очень помню, но это ужасно. И я оказался в таком пространстве, жить в одиночестве. Громадная космос, не знаю, что это называется, космос. И ты совсем одинок. И ты превращаешься в сплошную боль, в микрон, в ничто. Ты сам просто сплошная боль. Которая невыносима, которая невозможна терять ни секунды. Это такое отчаяние. Ты остаешься как бы живым, душа остается живой, но она испытывает боль. И страх, наверное, да? Страх, ужас. Ужас такой, что даже его не описать никакими словами. Я сейчас, и каждый раз, когда я к этому месту подхожу, меня, ну, я содрогаю. Потому что это даже вспомнить страшно. Вот. Сколько это было, это состояние, оно невыносимо. Это вечность. Вечная боль. Вечный страх. Вечный ужас. Я потом узнал, что ад, это один в переводе. Одно из переводов значения слова. Ад. Ад. Единица. Один. Ад, это там, где нет Бога. То есть, по сути, вам показали ад в том состоянии, когда вы один. Без Бога. Одинокий. Не какой-то там котел, где все варятся. Нет, нет. А вот это одиночество страшное, болезненное, безысходное. И я был, ну, в общем, я даже не знаю, сколько я там был. Мне казалось, что я был в личности. И вдруг, вдруг, я как будто поворачиваюсь и вижу громадного ангела серебряного, серебристого. Он весь блестит с мечом в руке, вот прям до самого неба, как будто в этой вселенной. Появляется такой ангел. Он как сотканный с мельчайших частичек, сверкающих. И он приближается ко мне, и руку протягивает, и меня вытаскивает как бы. Как, знаете, как котенка из этого. Из лужи. Из лужи, да. И я очнулся в реанимации на столе. То есть, врачи меня спасли. Каким образом, я не знаю, вызвали к жизни. Ну, я думаю, что даже не врачи меня спасли, а так было предначертано. То есть, Господь мне для чего-то, все эти обстоятельства, просто перед тем, как вот это все произошло, как меня зарезали, я одному человеку доказал, что нет Бога. Я был такой умный, я начитанный, философию, всякие вот эти индусские я изучал, психологию изучал. Тогда это очень модно было. Я был очень начитанный, грамотный. И человек пришел, он мне поделился, что он уверовал. А я ему доказал, что Бога нет. Моментально получили ответ. Я получил не моментально, а через некоторое время. Сначала началась череда событий, Господь меня предупреждал. Предупреждал. Звонки были. Я упорствовал. И прошло некоторое время, и это случилось. Это все было, как я сейчас считаю, что это был все промысел. Господь, он, видимо, для меня к чему-то, для чего-то призвал этот мир. И я шел не по программе, как бы. И вот он меня просто переформатировал в этом свете, так сказать. И перепрошил. И я вернулся верующим человеком. Но дальше еще было длительное лечение, возвращение. Дальше еще мне влили не ту кровь в состав. И у меня было заражение крови, я стал болеть. А еще приставили операции, потому что после 11 у меня были проткнуты легкие, там стала скапливаться жидкость, операции и все такое прочее. Потому что нож там, сломанный нож остался в легких. Это все я проходил через боль. Но человеческая боль, вот с этой вот адской болью, она несравнима. Даже несравнима. Как долго лечение шло у вас? Как долго лечение шло? Лечение шло, может сказать, несколько лет. Я стал засыхать. Я обратился к Юрию Шевчукову, это мой друг. Музыкант, знаете, наверное, группа ДДТ. Знакомый. И он меня отвез в военно-медицинскую академию. И сказал, попросил, мы сделали анализ крови, а там сказали, что с такой кровью они живут вообще. И он мне говорит, слушай, тебе надо что-то делать. Меня недавно пригласили в монастырь, побывать в монастырь. И он как-то связал это со мной, говорит, давай мы у тебя в монастырь вместо меня. Я согласился. Он сказал, умрешь, так с Богом, сказал он мне. Я тоже подумал. Подумал, что я никому не доставлю хлопот. Ничего не теряю, правда? Да, отъеду куда-нибудь, если врачи уже сказали. И чтобы никто не доставлять, там похоронят меня где, не знаю где. А что за монастырь это был? Это был Монтониево-Сийский монастырь в Архангельской области, Холмогоры. Меня привезли, там монахи какие-то, я вообще так, положили меня в келью. Мне и так это плохо. И вот они начали надо мной молиться, значит, заборовали меня. И вот, и кто-то сказал, что если через три дня не помрет, то есть шанс. Притом игумен сразу выкинул все мои таблетки. Он говорит, ты к Богу приехал, к Богу. Все, берет таблетки, без которых я жить не мог. Он их кинул в мусорное ведро вместе со всякими предписаниями. Вы говорили, там в монастыре с вами произошло чудо. Да, в монастыре мне сказали, что в монастыре есть мощи. И что если помолиться, то вполне возможно, этот святой может помочь. Мне дали Акафист. Акафисте написано, что при его жизни еще были исцеления. Вот. И после его жизни. Антоний Сийский. Ну, я говорю, дайте мне доползти до этого старца, до его мощей. И я дополз до этих мощей и стал молиться, читать Акафист. И во время Акафиста чтения раздалось неземное благухание. Просто попало в какое-то такое... Мне даже не объяснить. Какое-то духовное состояние. Я упал. Значит, и упал, и потерял сознание. Прямо на мощах. А мощи там только... Ну, такой, под спудом плита. И я очнулся, вот, когда... Я пытался читать дальше, вот, тем более, церковнославянский язык. Я чувствую, у меня, ну... Дыхание прерывается. Я вообще ничего не понимаю. И вдруг я почувствовал, что я... Ну, что-то такое необычное, ну... Что что-то такое случилось. И я почувствовал, что я как... И выздоравливаю. Как будто, ну, вот, такое ощущение. Вы знаете, болезнь. Это вы болеете гриппом? Да. Да вот. И когда лежишь, уже все, тебе все, ничего, ты не можешь. И вдруг ты чувствуешь, с кухней потянул запах какой-то там... Котлетки. И хочется. Да. Тебе захотелось. О, там, птичка черихнула. Вот где-то там в форточке весна пришла. Ты начал это замечать. Делал поправку. Да. Это означает... Это в таких маленьких деталях стало проявляться. И я понял, что что-то произошло. Я, значит, дополз до игумена и говорю ему. Такое вот, значит, произошло. Записал свидетельство. Это, кажется, впервые за 500 лет в монастыре за Бугла-Буглахали мощи святого. Со мной был свидетель, тракторист. Со мной пошел. Ну, чтобы я там не упал где-нибудь, мне дали тракториста, значит... По-моему, впоследствии он стал монахом, я так понял. Тракторист. Но вы сразу священником тоже не стали? Нет. Значит, я стал потихонечку... Когда я стал выздоравливать, я в монастыре стал бросаться на все. Значит, на кухню я. На клирос я, значит. Подметать я там... В общем, мне хотелось все для Бога сделать. Все сделать для Бога. Но... И еще я заметил, что монастырь тут разрушен. Нет ни куполов, ничего. Все в ужасном состоянии. После советской вот этой вот... Безбожия. И у меня, знаете, что произошло со мной? Я... Я увидел эту разруху, и я заплакал. Я... Мне показали, вот, как он был до революции монастырь, и какой после революции. И вот я посмотрел на два этих, и у меня просто сердце содрогнулось. А кто это сделал? Вот. А что я могу сделать? Вот у меня вопрос, ты сам себе задал. А может быть, это и будет смысл в моей жизни вложить этот кирпич в эту стену? И больше, может, ничего не надо от меня? Нет никаких там рок-концертов, чтобы там толпа там рукоплескала. А ты просто вложи кирпич. Может... Для чего тебе Господь? Может, ты он вызвал просто стакан подать один раз в жизни? Но вовремя. Человеку. Я попросил с Игумена домой. Я уже мог дойти. Вот. И он меня благословил. А я где-то слышал, что строят подворье, бывают подворья монастырей. И я благословился открыть подворье этого монастыря в Санкт-Петербурге. Это такой... Игумен, наверное, там пальцем покрутил внутри себя у виска. Ну, чтобы меня не расстраивать, он меня благословил. А то еще я расстроюсь, заплачу. Я поехал и встал потихонечку в Петербурге. Вот так по одному пошел. Комитет по городу строительства пошел к архитекторам. И вот по администрациям ходил, ходил. Приходил, доползал. У меня еще сил не было. Вот. По одному делу я в детстве делал. Сколько сил. И в итоге, вот через несколько лет, вот, в Петербурге возник храм преподобного Антония Сийского. На проспекте Просвещения. Я поехал к епископу, значит, Тихону, и говорю, Владыка, вот храм готов. Он говорит, ну ты там сам выслужи. Я говорю, как служи? А говорит, ну так. И у меня руководят дьяконы. Через некоторое время в Иерее. И я становлюсь настоятелем храма преподобного Антония Сийского в Петербурге. И настоятелем подворья, как получается. Но будучи не монахом, а белым священником, я же женат, дети есть. Началась сложная работа. Да. Пасту надо округлять. Вот тут-то я понял, что такое православие и с чем его едят. Что-то не так вот, не картинка, что все там, спасибо, Господи, вот это. Все, это такой труд, особенно над самим собой. Вот. И много я увидел, и несправедливости, и чудес. И вот началась у меня совершенно другая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...